МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как оценил министр образования и науки России уровень образовательной системы нашего региона и сколько одаренных детей в Самарской области? Нынешние лауреаты уже вписали свои имена в историю Самарской области. С чем вернулись наши молодые профессионалы с финала национального чемпионата WorldSkills Россия? В этом году очень тяжелая программа была. И зачем школьникам Самарской области знания о лесе? Природа наш общий дом, без нее бы не было ничего, именно с природы все зародилось. Самарскую область посетил министр образования и науки России Дмитрий Викторович Ливанов. Вместе с губернатором Николаем Ивановичем Меркушкиным они посетили ряд важных образовательных объектов Самарской области. В Самарском национальном исследовательском университете имени Королева ознакомились с разработками молодых ученых, посетили строящиеся школы в новых микрорайонах и студенческий городок Самарского государственного социально-педагогического университета. Министр обещал университету поддержку в строительстве двух корпусов общежитий. Министр и губернатор также приняли участие в заседании Оргкомитета многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» новой Всероссийской олимпиады, цель которой – развитие интереса молодежи к научно-исследовательской и инженерной деятельности. Обсудили также вопросы подготовки кадров для промышленных предприятий региона и развития интеграции в УЗ производства. По итогам встреч министр Ливанов оценил систему образования области как грамотно выстроенную, начиная от дошкольного уровня и заканчивая высшей школой. Что касается особенностей системы образования Самарской области, то это, безусловно, ориентация на подготовку технических, инженерных кадров, поскольку здесь мощнейший производственный кластер и авиационный, космический, и автомобильный. И очень важно, что не только школы, но даже начиная с детского сада начинается система профориентации, работают и ведущие технические университеты, работают и органы управления образованием с тем, чтобы мотивировать школьников на выбор именно технических, инженерных направлений подготовки. Одаренные дети Самарской области получили заслуженные награды, дипломы, именные премии из рук губернатора области. Награды вручаются традиционно ребятам, достигшим особых успехов в изучении общеобразовательных дисциплин, победителям олимпиад, спортивных состязаний, областных всероссийских и международных конкурсов и выставок. В пяти номинациях учебно-исследовательская деятельность, художественное творчество, любительский спорт, туризм, техническое прикладное народное творчество и социально значимая деятельность. В этом году одаренных детей и подростков стало заметно больше. Вместо 218 за три года 371. 60 лучших становятся лауреатами и кроме диплома получают денежную премию 12 тысяч рублей. Главное необычного ребенка не пропустить в самом раннем возрасте. Для этого работа по поиску талантов ведется на местах, начиная с детского сада. Педагогов обучают дополнительно для работы с одаренными детьми. В области открывается центр одаренных детей. За 12 лет лауреатами именных премий губернатора и обладателями дипломов стали более 670 школьников области. Нынешние лауреаты уже вписали свои имена в историю Самарской области. Они уже вошли в состав интеллектуальной, ученой, художественной, творческой, спортивной элиты нашего края. Команда Самарской области вернулась из Красногорска с финала национального чемпионата WorldSkills Россия, который проходил в последних числах мая. 19 членов команды, молодых мастеров своего дела, лауреатов региональных конкурсов и победителей полуфинала по 17 компетенциям, плюс 3 участника расширенного состава национальной сборной, привезли на родину 2 золотые, 2 серебряные и 5 бронзовых медалей. Золотых медалей на одну меньше, чем в прошлом году, но в этом больше серебра и бронзы. И каждая на вес золота. Даже бронзу получить на таком масштабном конкурсе большая удача. Участников более 800 из 64 регионов страны. Нужно не только проявить мастерство на высшем уровне, но и, что важнее, побороть волнение. По правилам WorldSkills, все участники во время испытания находятся под неусыпным наблюдением сразу нескольких судей, и время строго ограничено. Но Ивану Оленину, студенту Самарского техникума кулинарного искусства, это не помешало приготовить лучшие по всем параметрам строгих критериев блюда в стране. В этом году очень тяжелая программа была, то есть именно в поварской компетенции. Тут необходимо было знание всего. Тут расширено, то есть ты должен уметь владеть и техникой новой, и каким-то новым разработками, и также знать азы своей профессии. Студентке Самарского архитектурно-строительного университета, теперь уже серебряной медалистке, Анастасии Родиковой досталась особо ответственная задача. Участвовала на WorldSkills впервые и сразу в новой компетенции промышленный дизайн. По заданию создавала свою версию модели 3D-принтера и сразу удачно. Будем продумать идею 3D-принтера, как он будет выглядеть, что будет входить в него, цветовые решения, материал и прочее, и 3D-моделирование. То есть мы на компьютере в программах разрабатывали модель, получали картинки и в итоге у нас была презентация нашего проекта и в последний день мы делали макет. Это была такая проверка моих способностей без подготовки. То есть это для меня такой хороший опыт был. Медали подсчитаны, участники поделились впечатлениями, но их звездный час еще впереди. Теперь короткий перерыв до осени, снова подготовка и участие уже в мировом чемпионате WorldSkills Competition 2017, который пройдет уже в октябре в столице Арабских Эмирадов Абу-Даби, где им предстоит соревноваться уже с сильнейшими представителями рабочих специальностей из 60 стран мира. Но это будет не последним испытанием. Победители финала национального чемпионата также поборются за звание чемпиона в составе сборной России на не менее престижном Евроскилз 2016 в шведском Гетеборге в декабре этого года. Друзья леса не ради красного словца. Они еще учатся в школе, но уже сделали для спасения лесов больше, чем иной взрослый. Знают признаки болезни деревьев и каждого вредителя леса в лицо. Участвуют в экологических акциях, помогают профессиональным лесникам в спасении и защите лесов. И каждый год такие школьные, экологические и зеленые организации собираются вместе, чтобы посоревноваться в знаниях и умениях на базе Центра патриотического воспитания Кенельского района на 20-м областном слете юных лесоводов. В этом году и команд участниц тоже 20. Наше лесничество у нас называется Росток. С 2011 года у нас оно. Мы занимаемся рассадкой саженцев по нашему селу. То есть у нас оно работает, не вот просто есть. У нас на территории школы рассадкой занимаемся деревьев. У нас уже березы, посадили дубы, пытались, но они, правда, не зашли у нас. Озеленяем территорию. У нас огромный красивый пришкольный участок, за которым мы ухаживаем. Мне очень нравится участвовать в этом слете, потому что атмосфера дружеская, все на свежем воздухе. Лесоводы – это люди, которые должны быть очень терпеливыми, должны любить природу, потому что природа – наш общий дом, без нее бы не было ничего. Именно с природой все зародилось, и поэтому мы должны сохранять наш родной дом, нашу среду, и чтобы все было хорошо. Слют в этом году юбилейный, проводится ежегодно с 96-го года и собирает команды школьных лесничеств со всей области. Программа всегда насыщенная, нужно выполнить задания по лесоводству, охране флоры и фауны, лесной экологии и выживанию в лесу. Для этого лесники готовят специальные маршруты – игру по станциям, где надо проявить не только теоретические знания, но и практические навыки и скорость реакции. Здесь это будет связано с демонстрированием и навыков проведения лесовосстановительных мероприятий, то есть непосредственно посадки лесных культур. Связано с определением деревьев и кустарников уже в натуре. Здесь определение каких-то количественных, качественных характеристик насаждений – все это такие практические навыки, которые дети приобретают непосредственно, занимаясь этим в лесу. В составе судей специалисты областного министерства лесного хозяйства, департамента охоты и рыболовства и детского эколога биологического центра и уже присматривают среди участников кадры в своей службе. По итогам слета победитель получает переходящий приз – меч Колесова – главный посадочный инструмент лесовода, а победители и призеры будут представлять Саморскую область на межрегиональном слете школьных лесничеств Привозского федерального округа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова